Ну что, друзья, пятая лекция из серии, которая имеет название «Дау-Дода», и сегодня моя лекция будет посвящена развитию нашего формата. Вообще, на прошлой лекции я рассказывал о международном развитии, и, наверное, из моего рассказа могло сложиться впечатление, что мы развивались достаточно хаотично, очень много экспериментировали, появлялись какие-то возможности, и наверняка возник вопрос вообще, в чем же план, в чем логика и куда мы можем идти дальше. Поэтому я сегодня хочу поговорить о главном нашем продукте – это розничная концепция, это то, что непосредственно мы создаем, развиваем, масштабируем по миру, развиваем в разных странах, это концепция нашей пиццерии. У нас еще есть кофейня, но я в первую очередь, есть еще и донорная, но я в первую очередь сегодня буду говорить о пиццерии, потому что на примере развития концепции «Дау-Дода» пиццы точно можно те же принципы переносить и на другие розничные концепции. Собственно, розничная концепция еще называют формат, модель, она и составляет нашу франшизу. Во франшизу еще входит поддержка, тура, но, собственно, формат объединяет в себе бизнес-модель, меню, нишу, продукт. Собственно, это то, что масштабируется под названием «Дода-Пицца». И, знаете, я очень люблю сравнивать бизнес с природой, и вообще я считаю, что биология и книги о природе – это лучший бизнес-книги, а вот розничный бизнес, он вообще очень напоминает природу, потому что это бизнес такой, который живет в мире абсолютной конкуренции. Точно так же, как в природе существует огромное количество живых существ, видов, растений, которые каждый выбирает свою какую-то модель выживания в этом мире, находит свою нишу. И также в розничном бизнесе нужно найти какую-то конкурентную модель, которая позволит тебе найти место на рынке. Нужно четко определить это место, нужно четко понять свои конкурентные преимущества, и чтобы долгосрочно выжить и развиваться, тебе нужно убрать все лишнее, что мешает, и усилить самое главное. Если посмотреть на природу, да, то есть любое живое существо, которое вы увидите, оно даже самое удивительное, необычное, оно создано так почему-то, потому что каждый орган, каждая часть тела, которая нас удивляет, служит для чего-то, чтобы выживать и найти именно свою нишу в этой огромной экосистеме. Я вам приведу такие примеры. Я два года назад, или даже три года назад уже, был в путешествии в Эквадоре, в Амазонии. Мы путешествовали по настоящей сельве, так называют в Амазонке джунгли, и это такие тропические леса на экваторе, где созданы лучшие вообще условия для жизни на Земле, потому что там всегда примерно одна и та же температура, очень тепло, при этом влажно, что влажность и тепло, и очень много солнца, и тепло, влага и солнце – это суперусловие для буйства жизни, и такого количества разнообразия форм жизни, как в Амазонке, нет нигде в мире. И там я видел какие-то удивительные бизнес-модели выживания в природе. Вот смотрите, вы видите сейчас фотографию. Это ходячее дерево. То есть вообще в Амазонке все деревья, они борются за свет. Ну, то есть как бизнесы борются за клиентов, так и деревья в Амазонке борются за солнечный свет. И у всех разные стратегии. Есть деревья, которые выбрали для себя стратегию быть самыми высокими деревьями. И они возвышаются над всеми. Кстати, когда ты находишься в Амазонке, в сельве, ты фактически не видишь солнце, потому что оно всегда закрыто деревьями. А есть такие удивительные растения, деревья, которые ходят. У них такие корни, и они, если их заслоняет от солнца, они могут за год переместиться на несколько метров в место, где есть солнце. То есть если они неудачно где-то выросли, они двигаются таким образом и ищут солнце. И конкуренция природы – это не только конкуренция, но это еще и какие-то очень интересные модели. Вот смотрите, это дерево, его называют деревом дьявола. Почему? Потому что действительно я прям видел, как растет это дерево. Это магическая какая-то история, потому что ты идешь по очень такому заросшему лесу, и вдруг оказываешься на такой чистой поляне. То есть вокруг этого дерева ничего не растет. И оно остается спокойно, получая от лучи солнца. И ученые долго думали вообще почему-то, как это дерево вообще-то может такой эффект создавать, какая-то магия что ли в этом. Оказалось, что внутри этого дерева, в стволах, живут муравьи. То есть полностью это дерево-муравейник фактически, но при этом оно живое. То есть муравьи с деревом сделали симбиоз, и эти муравьи, они ползают вокруг дерева, и своей кислотой убивают все, что там начинает расти, когда оно только маленькое появляется. Они это все убивают, таким образом выжигают для этого дерева место, чтобы оно стояло отдельно от других деревьев и получало солнце. И они сформировали такую симбиотическую бизнес-модель выживания. И вообще леса такая, ну вообще природа – это единая экосистема, это немножко уже в сторону ухожу. Это не только конкуренция, да, это еще и все вместе работает как такой один организм, как одна огромная система. Но сейчас вернемся к концепциям сетевым. Почему я вам привел пример природы? Как раз когда ты хочешь создать сетевую концепцию, которая будет работать во всех городах России, более того, не просто сетевую, а глобальную концепцию, ты должен подумать, что она должна быть в первую очередь выживаемой. То есть она должна работать везде, при этом оставаясь сама собой, потому что иначе ты не сможешь ее развивать. И я вам приведу такой пример. Вот в природе есть такие живые существа, организмы, которые распространены на очень большой территории, потому что они могут очень хорошо адаптироваться, то есть они могут жить и на севере, и на юге. Вот удивительный наш спутник человека, сирый голубь, посмотреть карту его обитания, да, он живет по всему миру. То есть в принципе вроде такая незатейливая птица, но оказывается, что она может выживать везде. Я видел голубей в Оркуте, за полярным кругом, и в Африке, и в Индонезии, везде они примерно одинаковые. И в 2011 году, точнее даже в 2010 году, еще до открытия пиццерии, я думал о такой модели, которая бы имела потенциал глобального масштабирования, и пришел к простой идее взять самый или один из самых распространенных продуктов в мире, и модель, то есть модель доставки пиццы, сделать эту модель лучше с помощью технологии, и после этого будет возможность, появится шанс масштабировать это все в мире. И, как я уже много раз говорил, идея была в том, чтобы не изобретать велосипед, а посмотреть на рынок, взять работающую модель, и эта модель называется Pizza Delivery Restaurant, улучшить ее, получить преимущества, очень четко понять, какая ниша у этой модели, и какие преимущества для того, чтобы ее масштабировать по миру, и для того, чтобы ее сделать эффективней. Что такое Pizza Delivery Restaurant? Это не классический ресторан, это именно формат, ориентированный в первую очередь на доставку. Я смотрел на работающие бизнес-модели, хорошо, которые себя зарекомендовали, открыли тысячи точек. Это Доминос Пицца, Папа Джонс, отчасти Pizza Hut, сегодня их еще поговорю. Смотрите, для того, чтобы создать успешную глобальную сетевую концепцию, нужно очень четко понимать, кто мы, в чем действительно, где наша ниша, и в чем мы должны быть лучшие. Почему? Потому что, ну, это вот как в природе, да, то есть, условно говоря, там вот одно дерево знает, что его стратегия преуспеть, скажем так, в жизни, там, в бизнесе, это быть выше всех, и все ресурсы у этого дерева, да, все строение, как это, все направлено на то, чтобы быть выше. И там придумываются какие-то, природа придумывает какие-то эволюционным отбором, какие-то механизмы, чтобы быть выше. А какое-то дерево, да, придумало вот этот симбиоз, ну, условно придумало с муравьями, и в этом заключается стратегия, и она лучшая в этом. К этому я еще вернусь. Запомните такое положение. Сейчас я хочу вам рассказать, как наш формат развивался. Вот все видели уже много раз эту картинку. Это наша первая пиццерия в Соктовкаре, которая открылась в апреле 2011 года. И это была 100% пицца-деливери пиццерия. То есть вот мы работали только на доставку, такая Dark Kitchen с ограниченным самовывозом в подвале. Значит, ну, в принципе, это то, как работает доминос Папа Джонс в Америке, за исключением того, что у нас не было там отдельно, не было возможности зайти, не было вообще зала для гостей. В 2012 году появилась возможность открыть, увеличить помещение первой пиццерии, открыть зал для гостей. И у меня стал вопрос в том же помещении, где сейчас находится наша первая пиццерия в Соктовкаре. И у меня стал вопрос, какой должен быть формат. То есть вот у нас есть 100% пицца-деливери, появляется помещение, что там открыть. ресторан, пиццерию с официантами, пункт выдачи заказов, то есть какой-то удобный, что там должно быть. Я, конечно же, стал изучать рынок, я изучал его и до этого. И я даже написал такую целую статью в блоге, силу ума, можете найти. Я потом в своем канале выложу ссылку на эту статью, почитать более подробно мою логику. Сейчас я вам расскажу вообще, какие форматы существуют на рынке среди больших игроков. Три наших главных мировых конкурента, у них практически у всех почти одинаковый формат доставки. Это такие небольшие юниты с точками, фактически залом небольшим, где гости могут забрать заказы с собой и работать на доставку. Но все три формата, все три бренда по-разному подходят к залу, к залу, да, потому что на каких-то рынках у каких-то, ну, где-то может быть зал больше для гостей, либо в каких-то локациях у пиццерии может быть там больше зал для гостей. И, соответственно, все три бренда по-разному подходят к формату зала для гостей, дайнына. Вот Папа Джонс в Москве, когда они пришли в Москву, начал открывать, вот если в целом в Америке, в Великобритании, вот эта фотография из Великобритании Папа Джонс выглядит вот так, то когда они пришли в Москву и не могли находить, наверное, во-первых, локации, которые они привыкли иметь в Америке и Великобритании, и появлялись локации большие, они решили открывать рестораны. И вот так вот выглядел Папа Джонс в 2011 году в Москве. То есть это такой, знаете, вот типа, такая casual dining пиццерия с официантами, с посудой, с попыткой сделать такой, как бы, итальянский дизайн. Примерно то же самое сейчас Папа Джонс открывает в Дубае, оставаясь при этом, как бы, кор на доставку, то есть вот кор бизнеса. При этом в Дубае, допустим, я вот был в пиццерии Папа Джонс в Дубае-Марине, ну, она примерно вот так вот выглядит, тоже такой, как бы, вот дизайн пиццерии. Значит, пицца-хат. У пицца-хат есть тоже свой 100% delivery формат, он называется пицца-хат-деливери или пицца-хат-экспресс, но при этом пицца-хат начинали вообще как такой классический пицца-ресторан, где достаточно большое меню, можно заказать пасту, салаты. Это вот вы видите одну, по-моему, первую пиццерию, то есть в таком ретро-дизайне, да, сейчас бренд делает такие более современные интерьеры. Это я называю такая попытка, как у Папа Джонс, поиграть, выйти на поле ресторанов, поиграть в ресторан. При этом главный драйвер у пицца-хат такое достаточно большое разнообразие форматов с разными дизайнами, но при этом, наверное, главным драйвером является бренд. Наверное, пицца-хат самый известный пицца-бренд в мире за счет очень эффективной рекламы, из-за того, что они были первыми, но бренд очень важная вещь, но без как бы четкой концепции точно на нем долго не проедешь. Собственно, в чем отличие от Доминос-пицца? Доминос-пицца – это такие классические маленькие пиццерии, которые работают только на доставку с самовывозом, но при этом в 2011 году, когда я открывал, думал о зале в Сыктывкаре, вот Доминос в Москве, залы для гостей выглядели примерно так, то есть это такие, знаете, прям, ну, совсем-совсем как бы такой фастфуд в 80-х, то есть не попытки играть в ресторан, а такие просто там диванчики со столами. В принципе, все, вот примерно так все и выглядело. Кто самый успешный? Самый успешный – это Доминос-компания, да, то есть на пиццеринке, она уже обогнала сейчас достаточно давно пицца-хат, которые долго были первым брендом номер один в мире. Доминос сфокусировано, в первую очередь, вот на свой четкий формат, доставка пиццы. Собственно, пицца-хат и Папа Джонс, ну, я скажу такое свое субъективное мнение, что, ну, они находятся в таком стратегическом кризисе, потому что пицца-хат, опять же, это такое огромное разнообразие форматов. В Китае у них один формат, то есть это огромные такие, в принципе, западные рестораны, которые никакого отношения вообще по концепции не имеют к пицца-хат за пределами Китая, потому что они там продают все, и стейки, и бургеры. Есть пицца-хат рестораны в крупных городах, тоже с большим меню, есть пицца-хат деливери, есть пицца-хат экспресс. Папа Джонс за пределами США в целом не такая успешная история. Россия была одним из самых успешных рынков Папа Джонс, но сейчас, я думаю, что ситуация в России у Папа Джонс другая, и второй рынок был по успеху Чили у Папа Джонс. Поэтому компания тоже находится сейчас, вот непонятно, какой у них формат до конца, удобен, все четко и понятно. Смотрите, какой формат решил открыть я тогда в 2012 году. Я понял, что вот есть формат доставки пиццы, такой функциональный, не пытающийся играть в какую-то там атмосферу. Есть пицца-рестораны с большим меню, с уникальным дизайном, с артизанской пиццей. И Папа Джонс и пицца-хат, открывая рестораны, пытаются играть на этом поле, но при этом, так как они все-таки эксперты в эффективной доставке, рестораны получаются неконкурентоспособными. Ну то есть, да, они могут выглядеть красиво, но так как на этом рынке ресторанов, да, именно пиццерии-ресторанов, огромная конкуренция, и там появляются постоянно новые талантливые игроки, которые создают там уникальные концепции, то попытка играть на этом поле, она изначально, ну, будучи с сетевой концепцией, она изначально проигрышная, потому что долгосрочно эту историю не выиграть. И когда ты приходишь в Папа Джонс, и там есть официант, там есть посуда, там плохенький интерьер, при этом ты и бренд начинаешь по-другому воспринимать, то есть это попытка стать тем, кем ты не являешься. И при этом я понял, что это точно нельзя делать, и наш формат такой QSR-пицца-ресторан. Значит, что это означает? Это ресторан быстрого обслуживания, но с пиццей. И в 2012 году мы открываем первый зал для гостей. Смотрите, вот эти фотографии, это наш первый интерьер, который я делал сам в отсутствии денег и ограниченный очень бюджет. Вот фасад пиццерии тоже у нас не было денег его как-то облагородить, поэтому мы решили сделать граффити, чтобы вот этот облезлый дом даже, чтобы это все было единым стилем. Вот так выглядела пиццерия. На тот момент это было достаточно красиво. Конечно, сейчас-то смотрится все достаточно странно. Вот так вот выглядела касса, собранная из мебельных блоков наши айпады. И в чем была идея ресторана? Смотрите, я называл этот ресторан доставка до кассы. То есть мы даем, мы не, у нас нет официантов, потому что если у нас есть официанты, мы сразу же поднимаем планку ожиданий сервиса, которую мы не сможем выдержать, потому что это будет сразу же менять нашу бизнес-модель. Ведь, смотрите, модель – это синтез, то, что получают гости, клиент и бизнеса. То есть это должно быть привлекательно и понятно для клиента и эффективно для бизнеса. И как только бы мы ввели официантов, это бы влияло бы на эффективность бизнеса. А если мы пытались сделать официантов по уровню, значит, нужно же как бы соответствовать, чтобы все было в бренде круто, чтобы был высокий уровень сервиса, наша бизнес-модель бы просто это не потянула. Нам бы нужно было расширять меню. Если бы мы расширили меню, это также повлияло на эффективность. Весь как раз фишка модели пицца-деливери, и почему она так по миру распространилась, ведь это говорит, что она выживаема, значит, что она очень эффективна, значит, там так нет ничего лишнего, там все работает очень хорошо, все очень сбалансировано. Поэтому я решил, что наш ресторан – это будет доставка до кассы, или доставка до столиков, написана ошибка, именно доставка до кассы, тогда не было доставки до столиков. То есть мы даем пиццу в коробках, чтобы люди не ожидали, что здесь есть какой-то дополнительный сервис, при этом это чистое очень пространство, там уютно, там играет классная музыка, но при этом нет ожидания от ресторана, и нет давления от ресторана, что ты ожидаешь, что у тебя здесь будет долго, ну, нужно проводить много времени, и так далее. Дальше мы начали развивать наш формат, формат Дайнына, да, перед выходом в Москву, в 2016 году, мы провели достаточно серьезное изменение, улучшение формата, мы обновили дизайн, вот вы видите, интерьер пиццерии, той же самой, да, которую мы переделали, и в целом этот интерьер стал основой, значит, как стал развиваться интерьер дальше, да, у нас много как бы, интерьер это немножко отдельная история, но это часть безусловно формата, вот мы ввели вместе с обновлением интерьера в меню ресторана кусочки, кофе, и расширили частичное меню, но задача была в том, чтобы добавить продукты, но при этом ни в коем случае не повредить бизнес-модели доставки, чтобы все наши продукты, они выходили из нашей пиццопечи, чтобы не ставить дополнительного оборудования, чтобы найти, наша была задача найти баланс между усложнением модели и расширением ассортимента и увеличением привлекательности для наших гостей. Вот. И, собственно, дальше мы стали выходить в Москву и в другие города с таким вот форматом пиццерии, которым кором бизнеса является доставка, при этом есть вторая, как мы это называем, вторая нога, это такой развитый достаточно формат для гостей, такая QSR-пиццерия, пиццерия быстрого обслуживания с классным стильным дизайном, с кусочками, в тот момент еще без подносов, посуды, подносов, без доставки до столиков, ну, такой, можно сказать, Макдональдс с пиццей. И именно этот формат мы стали развивать дальше по миру, за исключением наших экспериментов, которых я рассказывал в прошлой серии. и в целом этот формат достаточно хорошо начал работать на многих рынках. Мы даже, скажем так, ничего не адаптировали, переносили целиком, и даже на рынках европейских, таких как Литва, Румыния, Словения, формат с небольшим залом, такой формат QSR-пиццерии, он заработал. Я могу сказать, что успешно. Но нужно понимать, что это рынки с не самой жесткой конкуренцией, и там было место и возможность выходить на рынок и фактически формировать некий паттерн, да, потому что и в России, открываясь в каждом городе, мы в том числе и создавали паттерн, что так работает пиццерия, учили потребителей, и гостей, но я к этому еще вернусь, о том, как этот формат, конкретно, да, вот QSR-пиццерии масштабироваться, может быть, на других рынках с более высокой конкуренцией, и почему, допустим, на некоторых рынках мы не хотим открывать рестораны, только доставку. Смотрите, это успешный формат, ресторан, да, как бы, но все-таки, если посмотреть на наши продажи, наш основной канал продаж это доставка. Зачем же тогда вообще нужны рестораны? Этот вопрос мне задавало много людей и наши партнеры, и доставку же можно делать откуда угодно. Собственно, есть такое очень модное слово, как dark kitchen, и оно не просто модно, это был в какой-то момент хайп, да, мировой хайп, и я помню, что даже у меня была такая дискуссия в онлайне, да, с известным достаточно в России инвестором Александром Горным, который раньше работал директором по инвестициям компании Mail.ru о как раз темных кухнях и доставке еды. Собственно, поинт Александра был в том, что темные кухни это модель будущего, рестораны вообще не нужны, всем будет править доставка, и вообще он не понимает, зачем нужны доставки пиццы рестораны, это какой-то мы путь консервативный, мы консерваторы, ничего не понимаем, что будет в будущем. Здесь я могу сказать, что, во-первых, вы можете найти, посмотреть эту дискуссию на ютубе, кому интересно, но вкратце скажу так, что вообще очень важно, и я еще буду говорить об этом в следующих лекциях, недависимое мышление, то есть вот не попадать под эмоциональную такую, знаете, ловушку хайпа, когда кажется, что вот мы можем упустить момент, пошли какие-то тренды, вот сейчас рынок поменяется, мы, конечно же, должны быть всегда в хорошем смысле слова параноиками, но при этом мы должны мыслить независимо, и если мы глубоко понимаем бизнес, часто многие тренды скажем так, оказываются, что это просто, ну, такой эффект как раз моды, толпы, значит, и суть, она может быть совершенно не в этом, я расскажу в чем, почему для нас очень важны рестораны, что дает вообще физическое присутствие в реальности, да, то есть вот просто ресторан это физическое присутствие, смотрите, реальные пиццерии, которые видят люди, это один из главных кирпичиков, из которых строится бренд, потому что, а бренд вообще, построить бренд, по-настоящий бренд, не торговую марку, да, а то, что у людей в головах, это вообще самая главная победа, потому что самое главное, наш актив в России, допустим, сейчас, это бренд, чтобы его построить, нужно сделать огромные усилия, бренд дает огромные преимущества, так вот, рестораны физические, которых много, они один из главных кирпичиков создания бренда, потому что и по исследованиям, ну, прям реальным исследованиям, статистическим, то есть вот ресторан является одним из важнейших каналов, от которых люди узнают о нашем бренде, и не обязательно, чтобы люди заходили в этот ресторан, да, можно просто целый год проезжать у ресторана, и бренд попадет в голову человека навсегда при этом, да, и когда вдруг нужно будет заказать пиццу, человек вспомнит, что существует какая-то дудо-пицца, и это очень, это очень важные такие форпосты бренда в реальности, в цифровой же реальности, представьте, у нас были бы дарксторы, для того, чтобы создать, создать бренд из сети, из дарксторов, нужно постоянно быть где-то в цифровой реальности для человека, то есть, представляете, сколько нужно на это денег постоянно, да, потому что в цифровой реальности все меняется, трафик меняется, приходит какой-то игрок с большими деньгами, даже не из нашей индустрии, он вдруг занимает все пространство, и нас уже не видно, и это очень зыбкая история, раз, мы, конечно, должны быть там, но это очень большая зависимость, и второе, как правило, интернет контролирует крупные владельцы трафика, да, то есть, это поисковики, там, Яндекс, Мейл.ру, социальные сети, и, как правило, эти владельцы фактически монопольного трафика, они создают собственные, ну, сейчас агрегаторы, и фактически ты зависишь от этих игроков, ресторан, физический, который находится в мире, да, это то, что нельзя подвинуть, потому что место в физическом мире, оно ограничено, его больше нет, если вы открылись вот на конкретном углу, ну, и там нет возможности больше никому открыться, там больше места нет, все, этот ресторан, это присутствие на рынке навсегда, и это покупка трафика навсегда, потому что если в интернете вот этот трафик мы будем платить всегда, то в физическом мире мы сняли помещение, и там проходит точно такой же трафик, постоянно, да, мы просто один раз за это заплатили, и мы еще зарабатываем на этом, да, потому что у нас еще есть работающий ресторан там, и поэтому мы были, знаете, какой-то момент, осознав это, в России мы стали очень требовательны к отбору помещений, крайне требовательны, потому что мы нужно было очень сильно поменять, был момент, когда мы набрали очень много плохих помещений, а потом мы создали инвестиционный комитет, где один из участников комитета, если был против, то мы помещение не согласовывали, и я лично участвовал в десятках, может быть, сотнях инвестиционных комитетов в период роста ДОДО, мы отсматривали все помещения, спорили очень жарко, и очень часто отказывали, потому что было очень важно, чтобы пиццерии были, занимали лучшие места, потому что если ты займешь плохое место, ты уже лучшее не займешь, потому что ты вторую пиццерию в этом районе не откроешь. Именно поэтому мы пытались хакнуть китайский рынок, вспомните предыдущую серию, с помощью какого-то эффективного формата, который можно открывать на трафике, потому что весь китайский рынок доставки принадлежит агрегаторам, и для того, чтобы создать хоть какой-то бренд, ну, или не сильный бренд, остается один шанс, да, если у тебя там нет столько денег, сколько у китайских корпораций, а такого, мне кажется, ни у кого нету из-за общепита, нужно выходить в реальность и открывать точки на углу, и в какой-то момент будет бренд, люди пробовали продукт, знакомы с брендом, и ты начинаешь становиться все сильнее, 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 и можешь что-то на этом сложном рынке, как природа, что-то сделать. Смотрите, наши рестораны, они никогда не покажут, к сожалению, или к счастью, цифры, вот, как какие-то специализированные QSR форматы, ориентированные на дайны, ну, то есть, почему? Потому что пицца готовится дольше, чем бургер, чек нашего продукта выше, потому что мы, модель создана для доставки, и как только мы попытаемся ее сделать, такой же конкурентной, как на доставке в дайны, мы сразу же создадим нежизнеспособный организм. Поэтому наши рестораны должны принять, они не будут иметь выручку, именно дайны выручку, как там рестораны KFC или Макдональдс. Почему стоит звездочка, кроме ресторанов, уникальных ресторанов, да, у нас есть такие рестораны, как, допустим, пиццерия в Геленджике, на море, да, которые имеют огромную выручку в сезон, но это уникальный случай. Но, собственно, при этом рестораны будут играть важнейшую стратегическую роль, потому что они дают возможность открываться на трафике, они балансируют вот эту модель, да, потому что стопроцентная доставка, возможно, не может себе позволить такое хорошее помещение, а ресторан помогает нам вставать на трафике и создать вот этот форпост бренда. Также рестораны, конечно, то есть нельзя списывать со счетов, что это еще и эмоциональный контакт с брендом, то есть если у тебя есть какой-то даркстор, ты не можешь прийти и почувствовать атмосферу, дизайн, пообщаться с сотрудниками, почувствовать запах пиццы и даже если это у нас не классическая пиццерия, а такая функциональная, удобная пиццерия, но куда ты заходишь, допустим, там на 15 минут, на 5 минут забегаешь, как бы, это все равно эмоциональная история, это контакт с нашим брендом и, конечно же, рестораны все равно дают выручку, это удобный самовылаз и сами рестораны, у них тоже есть определенная своя ниша и какая-то ниша, я чуть поговорю попозже об этом. Смотрите, но нам нужно очень быть аккуратными в развитии дайнын меню, вообще ресторанов, не увлекаться, как я уже сказал, чтобы не создать неэффективную концепцию, потому что все-таки сердцем вот нашего организма ядром является доставка, мы должны сказать, вот мы лучшие в мире по доставке пиццы, и все, что мы делаем, мы должны постоянно улучшать для того, чтобы стать лучшими в мире по доставке именно пиццы. Смотрите, доминос пиццы, конечно же, наши прекрасные коллеги по рынку не стояли на месте, вот я вам показывал вот эту фотографию 2011 года. Они, конечно же, также, в принципе, знаете, как у дарков мысли сходятся, по-английски это лучшая фраза, звучит, форматы развивались, идеи там, да, развиваются примерно одинаково, доминос также развивает такой красивый атмосферный QSR, пицца-ресторан, которым ядром является в первую очередь доставка, они даже назвали такую концепцию новую, она у них там сейчас еще развивается, это пицца-сейтер, театр пиццы, при этом они не меняют модель, то есть у них нету, конечно же, там официантов, нету какого-то, кстати, они гораздо меньше адаптируют свою производственную модель меню к ресторану, то есть у них нет, допустим, кофе, который у нас есть, кусочков, значит, там каких-нибудь там коктейлей молочных, вот, фактически просто они пристраивают к своей доставке там более такой комфортный зал, значит, смотрите, сейчас я хочу вам рассказать о том, как логика, как развивался наш формат с 2011 года, в 2011 мы открыли значит, стопроцентную доставку, видели всю эту фотографию в подвале в Сактовкаре, дальше мы открыли первую QSAR-пиццерию с таким вот смешным цветным дизайном простым залом для гостей, в 2016 году мы запустили формат, мы назвали его Next Level, в котором обновился дизайн, появились кусочки, кофе, то есть пространство стало более комфортным, дальше все это стало развиваться, в последние годы мы внедрили доставку до столиков, когда пиццу могут принести, не надо ее самому забирать, могут принести ее на подносе, можно заказать в зале через приложение, параллельно у нас были такие ветки, кто не знает, в 2014 году мы запустили такой экспериментальный формат DotaPizzaExpress, это была попытка хакнуть, взломать фудкорты и там было правило 7 минут лепиться бесплатно, то есть мы не продавали пиццу кусочками, мы готовили ее, нужно было готовить за 7 минут, также был эксперимент с открытием такого маленького очень формата пицца и кофе, где было кофе и пицца кусочками без доставки на минимальной площади, ну смотрите, оба формата я могу сказать, что в целом это не очень удачные форматы, хотя выглядело все красиво, мы оба формата закрыли эти эксперименты, в прошлой серии я вам рассказывал про формат в США, ну и дальше мы как бы пытаясь понимая, что рынки Китая и Великобритания, на которых мы оказались, ну и США тоже очень конкурентные, очень сегментированные и там нужно предложить что-то новое, попытались хакнуть, то есть мы не пошли с нашим форматом, который еще мы очень молодая компания, там в 2011 по 2016, ну там в 2018 год и там Доминус развивает десятилетиями свой формат доставки пиццы, а у нас несколько лет, и поэтому мы не пошли с нашим форматом, посчитав, что мы не сможем там занять какое-то место на рынке, при том, что у нас еще ресурсов нет, что просто методично вкладывают в рынок, мы пытались его хакнуть хитро, и вот запустили вот эти экспериментальные концепции, но, как я вам уже сказал в прошлом, на прошлой лекции, что в целом это было стратегическое, ну то есть это для нас опыт, но развивать несколько форматов компании как бы по всему миру стратегически это ошибка, да, потому что ресурсов, я еще об этом сегодня поговорю, чтобы играть выше лиги, да, нужно максимальное количество ресурсов, максимальный фокус пускать на развитие core моделей свои. Собственно, все эти форматы работали на свежем тесте, кроме вот наших экспериментальных форматов, где была римская пицца и замороженное тесто. Собственно, и дальше развитием нашего основного формата, нашего главного, ну core формата, единственного, сейчас является то, что мы открываем в Дубае, пока все это не имеет названия, я назвал QSR пиццерии Global или Dodo Global, вообще, я думаю, что каждую версию обновлений нашего core формата нужно как-то называть, чтобы нам было проще, вот, и вообще, должен быть какой-то у нас процесс в каком-то, ну, это достаточно длинные такие итерации обновления формата, и, собственно, вот сейчас в Дубае мы открываем какую-то новую уже версию того, что мы развиваем в России с цифровыми киосками, с умной выдачей, и я сегодня поговорю еще об этом формате, в чем его конкурентные преимущества, в чем он будет именно такой. Можно ли считать наши экспериментальные форматы в Китае, в UK, в США успешными, эти эксперименты? смотрите, ну, как я вам рассказал, что идеи были классные, я уверен, что при долгосрочном подходе, инвестициях это могло сработать, потому что логика в них была заложена очень, кажется, хорошая, но, смотрите, это все-таки были, еще раз вернусь к этому, это были решения в угоду тактическим каким-то задачам, целям, в ущерб стратегическим. Почему? Потому что действительно мы пытались хакнуть, мы пытались как бы решить конкретную задачу, мы вот оказались на этом рынке, нужно что-то делать, нужно что-то придумывать в отсутствии ресурсов. И, как я уже сказал, я не жалею об этом, и нас бы, мы бы не были собой, если бы мы не получили этот опыт, но стратегически это бы было нас ослабило, то есть развитие двух форматов. И еще раз хочу повторить, что вообще надо уметь говорить нет даже классным идеям, вот, бизнес-удивительная штука, что иногда надо говорить, или не то, что иногда, часто очень, классным идеям нет, если они уводят на сторону от нашей долгосрочной стратегии. Собственно, вот умение говорить нет, это есть стратегия. Я, честно скажу, что очень считаю себя таким творческим человеком, я могу наплодить очень много идей, и кажется, что они все будут иметь какой-то потенциал, но вот умение себя останавливать и фокусироваться, долгосрочно фокусироваться, это важнейший вообще фактор успеха, и хочу, чтобы мы об этом помнили. Итак, в чем же заключается наш основной формат в пицце сейчас? Смотрите, это в первую очередь доставка, мы должны быть, как я уже сказал, лучшими в доставке, это развитый QSR пицца Dainin, мы, я вижу наш формат более комфортным в формате Dainin, более комфортным, более стильным, возможно, чуть более развитым с точки зрения меню, чем Domino's, это не ресторан в понимании классическом, это именно такой McDonald's с пиццей, и я думаю, что никто не будет сравнивать McDonald's и ресторан, это просто разные совершенно продукты, в нем есть в нашей пиццерии будущего, это доставка до столиков очень удобная, которая идеально работает, есть очень удобные цифровые киоски, и, конечно же, приложение, которое дает какой-то новый опыт, широта меню ресторана, вот именно Dainin, она зависит от рынка, и наша задача определить границы, дальше которых мы не идем с точки зрения расширения меню, усложнения, но если рынок недостаточно конкурентен, и там есть место, мы вполне можем иметь большие залы, более широкое меню, то есть там могут продаваться кофе, кусочки, при этом мы на каких-то рынках, вы знаете, что не хотим фокусировать, но не развиваем рестораны, то есть в Дубай мы выходим с меню, которое сфокусировано в первую очередь на доставке, чтобы у нас был максимальный фокус на эффективности на формате доставки, при этом это совершенно не означает, что у нас в том же Дубае не будут залы для гостей, это уже просто будет зависеть от конкретной локации, то есть в каких-то маленьких локациях практически залы не будет, а если локация будет позволять, это какой-то спальный район, вполне может быть зал для гостей с доставкой до столиков, с киосками, но при этом все равно с меню сфокусирован на доставку. Насколько это конкурентоспособно будет и вообще зачем это людям, я ведь позже об этом скажу. Смотрите, вот команда IMF даже создала такой специальный инструмент для того, чтобы показывать, как наш формат работает на разных рынках. Видите, здесь рынки с разным уровнем конкуренции и в зависимости от этого показано, насколько большие мы открываем рестораны, насколько там упрощенный или такой sophisticated дизайн ресторана, насколько расширенное меню. Самое главное, чтобы все это было в определенных рамках, границах и не уходило за нашу концепцию, то есть не усложнило нашу модель. Вот, поэтому у нас, смотрите, в Душанбе большие рестораны с залом, а в Дубае у нас будут преимущественно маленькие пиццерии, ориентированные в первую очередь на доставку и самовывоз. Но при этом, как я уже сказал, что не исключаю, что будут и залы для гостей в каких-то локациях конкретных. Смотрите, в чем же преимущество наших ресторанов на очень конкурентных рынках. Вот, кому, ну, то есть взять Дубай, там это рынок невероятной конкуренции, огромное количество пиццерий в формате casual dining с официантами. Собственно, смотрите, самое главное, нужно понять, что наш ресторан это просто другой опыт, то есть это не не такой ресторан в классическом понимании. и это нельзя путать, просто это совершенно разные потребности. К нам в пиццерию можно забежать на 15 минут или можно, гуляя с ребенком, не думая о своем внешнем виде, зайти в пиццерию и провести там, не знаю, достаточно много времени. Там есть, ну, если это в России, допустим, там есть игровая комната, а ресторан это другое, это другой поход, это другие ожидания, ты ожидаешь, что, во-первых, и какого-то модели поведения на тебя накладывает ресторан. В пиццерии ты, возможно, чувствуешь себя гораздо более свободно, и, соответственно, это совершенно другой продукт. И главные слова этого опыта, да, какие, как я бы выделил именно рестораны, это удобство и доступность. То есть, в нашем ресторане удобно, тебе не надо, значит, удобно, потому что, во-первых, у нас ресторанов много, они находятся, да, быстро приготовят, даже если тебе нужен большой заказ. В наших ресторанах должно быть, мы должны быть доступными, то есть, пицца в целом доступный продукт, и наши рестораны должны быть чистыми, уютными, сервис удобным, а продукт должен быть однозначно доступным, нам никогда нельзя про это забывать. И очень важен и в будущем, ну и на конкурентных рынках, это комплексный цифровой опыт, когда ты можешь кастомизировать пиццу, когда есть мегаудобное приложение, которое дает какую-то дополнительную ценность, когда ты можешь заказать, допустим, через киоск, когда есть умная выдача, и вот все это вместе, такой convenience, affordability, да, доступность и цифроопыт, это и есть наши конкурентные преимущества, как опыта на рынке, я сейчас говорю именно про дайны информат. Давайте посмотрим, как выглядит наша, будет новая пиццерия в Дубае, смотрите, это не уход в сторону, это развитие нашего основного формата. Эта пиццерия с таким, то есть, дизайн, безусловно, будет развиваться, то есть, я не говорю, что он классный, это все будет, наша первая пиццерия будет в Дубае в таком формате, флагманская. Собственно, у нас будут киоски самообслуживания, задача которых затянуть нашего, пригласить наших гостей в наши цифровые каналы, в наш цифровой мир, чтобы потом наши гости скачали приложение. Гости могут взять локатор, сделать заказ и, значит, присесть за столики, поставить локатор. У нас в данной локации будет большой очень зал детской пиццы академии, куда можно уйти с локатором и мы принесем пиццу на подносе, напитки простые, мы не будем там усложнять меню, доставочное меню будет, также принесем, а те, кто заказывает самовызом, самостоятельно заберут, видите, с такой интересной умной выдачей, которая будет оформлена в виде такой ленты, также будет подсвечиваться там имя нашего гостя. При этом это очень эффективная пиццерия, вы видите, что здесь же могут забрать заказ курьеры, здесь стоят тепловые сумки, вот стильно, удобно, доступно, все это объединено цифровым опытом, при этом, как я уже сказал, это не означает, что у нас в каких-то локациях может не быть зала, может быть зал для гостей, просто это никак не повлияет на наше усложнение нашего меню. Вот такая вот у нас пиццерия должна открыться, которая является продолжением развития нашего формата основного. Ну, вообще, рынок не стоит на месте, как я уже сказал, что совершенно параллельно наши коллеги делают примерно похожие штуки, то есть вы видите, это пиццерия доминос-пицца в Китае или на Тайване, по-моему, и вот здесь есть умная выдача, умные окошечки. Когда я показал нашим ребятам, кто-то мне, по-моему, Мура сказал, что с дизайном у них все плохо, но нужно понимать, что точно они сделают красиво и сделают корот, то есть все улучшат, и вообще рынок постоянно все будут, ну, во-первых, все мыслят примерно в одном направлении, но кто-то уходит, конечно, делать ошибки стратегические, вот, но мы не будем что-то мы придумываем, да, как бы, это очень, в принципе, легко все скопировать и нас будут копировать, поэтому это будет, знаете, наш рынок такой, мы создаем такие коммодити-продукты, и поэтому в принципе мы будем всегда делать примерно одно и то же, и важно сделать просто здесь в деталях лучше, креативнее, вот если посмотреть на конкуренцию Apple и Samsung, в целом они делают телефоны, да, но при этом они очень сильно отличаются и всем комплексом элементов, из которых они состоят, вот, и следующий, знаете, какой вопрос, который мне часто задавали, насколько далеко может зайти адаптация под рынок нашего core формата, да, потому что, чтобы мы не ушли в истории, как Китая, в UK, смотрите, самое главное, что нельзя менять core, да, вот, потому что, вот, глобальный бизнес, он настолько сложный и конкурентный, мы конкурируем с таким количеством умных людей с ресурсами, что все наши ресурсы, опыт, усилия, должны быть направлены на развитие core формата, и то, что, если мы, скажем так, слишком делаем разные, то есть мы сразу же теряем вот эту синергию и становимся слабее, поэтому самое главное, это не менять core, при этом определенная адаптация нужна, должно быть разные вкусы, разные меню, может быть, да, может быть, какие-то разные дизайны, интерьеры, пиццерии, при этом круто было использовать это по регионам, то есть максимально думать, как это в глобальном масштабе сделать эффективным и добиться синергического эффекта. Я вам приду такой пример, смотрите, вот это адаптация одной и той же модели в природе, да, но в принципе это все виды разные, чем-то отличаются, но core, как бы он один, а вот это уже, можно сказать, разные модели, хотя вроде собаки, то есть как и пиццерии, потому что маленькая справа снизу и большая слева сверху, да, они очевидно в природе бы выживали по-разному, да, как бы, и, наверное, где-то здесь наши модели, там, Китай, UK и, собственно, Россия, ну, наш core формат, поэтому вот такой пример, есть ли у будущего до доставки пиццы, тоже частый вопрос, а какие вот это, есть ли глобальный риск продуктовый, что мы, собственно, с нашим там тестом, с форматом доставки, что мы проиграем как-то вот стратегический рынок, как, не знаю, там, кодек, да, или там Polaroid, вдруг что-то пропустим. Я думаю, что у нашего, у нас есть тоже угрозы, агрегаторы, о которых я поговорю в следующих сериях, это доставка всего, что сейчас пытаются доставлять, тренд на здоровое питание, я думаю, что есть ответы на все эти вопросы, во-первых, самое главное, что будущее есть, во-первых, а что касается ответов на вопросы, смотрите, пицца, это бренд мировой, да, то есть, вот в любом, куда бы вы, я был в очень большом количестве разнообразных мест планеты, и везде есть пицца, и в Уганде, и в Эквадоре, и в Индонезии, она разная, но все люди знают, что такое пицца, везде доставка ассоциируется с пиццей, и пицца настолько естественным образом, заточенный продукт под доставку, так сложилось, сохраняет тепло, быстро готовится, ориентирован на компанию, а доставка, так как все-таки имеет delivery cost, ее выгодно делать на компанию, на семью, экономически выгодно, нам выгоднее, что человек выше, потому что каждая транзакция имеет delivery cost, поэтому это идеальный продукт на доставку, и вот есть определенные, опять же, были тренды, что доставлять все, что угодно, и я тоже подвергал это сомнению, в соцсетях споры были, что там можно доставлять все и зарабатывать на этом, но смотрите, вот есть там компания кухни на районе, проблема то, что повседневную еду, которую все привыкли покупать, ну там, в кафе, столовых, доставлять сложно, потому что люди, есть цена, которую платят в кафе, столовых, который не заложен в delivery cost, и объяснить, почему гречка, котлеты, должна стоить дороже, очень сложно, и, ну то есть, в этот продукт, плюс эффективность, да, то есть, производить такое большое меню, разнообразное, это сложно, пицца все-таки, это конструктор, это идеально эффективный продукт, который еще производить легко, да, потому что единый некий производственный процесс, разные ингредиенты, что касается тренда на здоровое питание, или там риска, что придет замороженная пицца, и нас победит, я лично, субъективно считаю, что у нас есть ответы на это, мы должны развиваться вместе с рынком, пицца всегда, люди всегда будут хотеть пиццу, просто пицца должна меняться, и как раз свежее тесто, воздушное, свежее, не замороженное, кастомизируемая под нужды клиента пицца, потому что мы готовим ее прям под гости, не замораживаем, это будущее, это конкурентное преимущество, я в это верю, и мы должны, ну, я считаю, что развивать наш core формат, что развивать, в этом есть огромное количество возможностей еще нам шлифовать, развивать, придумывать, творить, но в рамках вот этого, в рамках нашей стратегии, потому что как раз творчество в условиях ограничения стратегии является бизнесом и приводит к выдающимся результатам. Друзья, спасибо.